Всем привет, меня зовут Ася. Я работаю project-менеджером компании Ice Games. И историю про продукт, который я хочу рассказать, это предложение Novels, визуальные новеллы. На рынок мы вышли всего 4 месяца назад, и сегодня я расскажу, как это обычно происходит в геймдеве и почему. Изначально, когда приходит идея создания мобильной игры, есть гипотеза о том, что давайте мы создадим вот такую игру, и она взлетит, и мы прославимся на весь мир, и станем ААА. Но есть эта идея, и обычно есть минимум ресурсов. Ресурсов от слова совсем, фактически нет. И самое главное, что нужно сделать, это проверить эту идею, проверить вообще, работоспособна ли эта гипотеза. Первое, что в этом случае делается, это просматривается весь рынок на наличие конкурентов. Если конкурентов нет, это очень плохой показатель. Это значит, что это никому не нужно. И очень редкий случай, если ты действительно делаешь, и оно взлетает, и это что-то новое. Чаще всего все создано до нас, какие-то приблизительные аналоги есть. В нашем случае аналоги были, аналогов у нас много, как за рубежом, так и в России. Но есть отличительная черта, о ней я расскажу чуть позже. Соответственно, нужно проверить идею, минимальное вложение денег, соответственно, и минимальная команда. На этом этапе я еще не подключилась к проекту, но проектом работало три человека. Собственно, здесь вы видите наш первый арт, чуть-чуть подальше второй. Просто проверялась идея. Приложение, которое было создано, было выпущено на минимальное количество людей, только на российский регион, по-моему, даже чуть ли не только на Москву, хотя я могу ошибаться. Идея подтвердила, что она вообще работоспособная, и начали делать, уже разрабатывать следующий вариант. Это MVP, так называемый минимальный жизнеспособный продукт. Разрабатывается он обычно из палок, скотча, ленты, ну чего-то подобного. На этом этапе еще непонятно, получится или нет, на самом деле. Несмотря на то, что прошел предыдущий этап, у инвесторов нет полной уверенности в том, что в это нужно вкладывать деньги. И это действительно взлетит. Выделяются ключевые моменты и ключевые вещи, за счет чего мы хотим, ну, приложение хочет покорить рынок, и на это делаются упоры основной инвестиции. В нашем случае это арт и анимация. Это то, что нас отличает от всех остальных визуальных новелл. У нас очень высокий уровень арта, и персонажи, локации, все это анимировано. Соответственно, все финансы, которые есть, пускаются на команду визуала. Растет число аниматоров, нанимается действительно классный арт-лит, и благодаря ее стараниям все происходит очень-очень круто. Но при этом то, что происходит на бэкэнде, как показано на этой картинке, ну, оставляет желать лучшего. Там как бы трэш, и сначала мы используем Unity для работы, ну, для самой новеллы. Но Unity позволяет как делать и нормальную архитектуру, и строить действительно большие приложения, так и сделать все из набора плагинов, набора непонятных костылей и велосипедов. Собственно, MVP так и работало. Но оно работало, это самое главное. Был ограничен минимальный функционал, у нас была всего одна новелла, одна книга, и таким образом мы вышли на пользователя. И пользователю мы полюбились. И это самое главное. Идея выстрелила. А что делать дальше? Дальше мы, как и любая другая команда разработки, столкнулись со следующей штукой. Первая цель была достигнуть, выйти на пользователя и получить максимальный отклик от пользователя минимальными затратами. Поэтому архитектура, ну что такое архитектура, или три буквы, на которые вас послал Project Manager. Именно это и было под капотом. Теперь что? Теперь собственники бизнеса и инвестора говорят, ребят, ну у нас все получилось, давайте идти дальше, давайте делать больше качественного контента, давайте быстрее зарабатывать денег. Основная цель — перевести команду на самоокупаемость, то есть хотя бы на самоокупаемость, не говоря о том, чтобы пройти точку безубыточности. И где-то примерно в этот период к команде разработки уже подключаюсь я, и у меня есть два стула. Мне, с одной стороны, нужно выпускать билды раз в неделю, это требование бизнеса. Выпускать контентные билды с главами один раз в неделю, то есть раз в неделю у меня релиз. И он, кстати, до сих пор происходит раз в неделю. Вот в пятницу я как раз приезжала сюда, мы выпускали очередной релиз. При этом все, что под капотом, нещадно глючит, лагает, там не сохраняется прогресс, там происходит какой-то трэш, ад, потому что это MVP. Но пользователям нравится, и пользователи хотят еще. Собственно говоря, на данном этапе у нас был некий сервер, который был спроектирован в самом начале, но приложение развивалось, про сервер все благополучно на тот момент забыли. Собственно, вот так примерно выглядел месяц нашей жизни. Именно так мы все и чинили. При этом, так как было полное, фактически полное отсутствие сервера, он ничего нормально не записывал, мы ничего не могли с него нормально получить, адекватно пользователи, у нас есть внутриигровой баланс, внутриигровая валюта, пользователи андроида просто заходили в сейвы, раскапывали приложение. Один умный человек очень быстро докопался до сейва и накрутил себе просто интом количество внутриигровой голды, и все заработало, после чего появилась инструкция в интернете, как это, собственно говоря, сделать. Мы достаточно быстро закрываем эти дыры тем, что мы храним в конфигах. Я в кратчайшие сроки переписываем сервер, минимальный сервер, но мы его начинаем переписывать так, чтобы он сохранял и хоть какую-то логику важную для бизнеса мы туда выносим. И в тот момент, когда все дырки через сейвы закрыты, и все хорошо, мы выпускаем новую версию, выходит новый через два или три дня буквально выходит версия мода, ну, то есть модифицированная версия игры. Я понимаю, что это не конфиги. Немножечко в топик отступления про себя. Я айтишница изначально, но с эбэшкой не очень сильно была связана. И, соответственно, о том, что можно распаковать приложение и запаковать его с тем же ключом, я смотрела на это примерно вот так. И тут я узнаю, что это происходит, что так вообще можно сделать. До меня это доходит путем того, что я, собственно говоря, понимаю, что явно переписали мой код, который написала моя команда, и я такая, типа, дратуйте, что это без исходников сломать невозможно, что у них есть на этого доступ. Ну, путем буквально за один вечер гугления я нашла все инструментарии, чтобы это сделать, и очень сильно опечалилась. Потому что на сервере я увидела отрицательное количество внутриигровой валюты, покупки уходили в минус. Я увидела, ну, на самом деле, это была достаточно тупая ошибка на следе MVP, но она была. Это, кстати, мем из пользовательской группы. И все настолько плохо, количество пользователей росло с каждым днем неимоверно. И оно сейчас растет и продолжает расти, слава богу. Но мне нужно было что-то с этим делать, и что-то очень-очень быстро с этим делать. Собственно говоря, в кратчайшие сроки мы переписали и закрыли все эти дырки, у нас перестало работать внутриигровые покупки. Там, ну, как бы усложнили логику. Сделали просто так, чтобы человеку, который соберется это делать, нужно было больше времени на это потратить. И у нас была и есть на данный момент, сейчас до сих пор, такая прекрасная штука, как DI или Dependency Injections, которая была без обработки ошибок. Чем это чревато? О том, что у тебя приложение падает, и ты не понимаешь, где оно падает. Ты просто открываешь, и ничего. У тебя о влогах ничего нет, ты ничего не понимаешь. Что с этим делать, собственно говоря, тоже непонятно. В этом приходится рыться. После того, как мы это пофиксили, бизнес идет дальше. И наступает Хэллоуин, собственно, 2020 года, и мы понимаем, что нам нужно дать пользователям ивенты. Происходит та вещь, что давайте мы проверим следующую гипотезу, будет ли продаваться шмотка на персонажей отдельно, не внутри игры, так называемые ивентовые покупки. Собственно, вот эта самая красота, которую мы продаем. Это главная героиня одной из книг, и ее облики, которые можно купить отдельно. Сначала мы выпускаем этот ивент, закрыв более-менее подлатав те дыры, и мы очень-очень-очень сильно радуемся, потому что вот эту вот красоту, написанную отдельно, нельзя купить через мод. В группах мода стоит во и плач девочек, которые не могут это купить, потому что это не работает у них. Но мы рано радовались. Прошло буквально 7 дней, и именно через это нас и сломали в следующем моде. Ну, собственно, эпопея фиксинга продолжалась дальше. Примерно там три слайда назад, собственно говоря, мы начали все сначала. То есть да, мы, поддерживая этот код, мы начали разрабатывать архитектуру заново. И задачи моей небольшой команды разработки разделились на два этапа. По сути, мы поддерживаем на текущий момент два проекта. Один еще не вышел, но скоро выйдет. Это как раз обновленная версия, где все написано так, как надо. И второе — это то, что вот мы имеем то, что тянется с MVP. Более того, хочу обратить внимание, что это нормально, несмотря на то, что команда разработки вынуждена жить вот в таком режиме. Примерно. Сейчас я, да, я хочу это показать. Это, собственно, мои ощущения на протяжении четырех месяцев. Как-то так оно и происходит. Пока мы все это делали, в параллель разрабатывали сервер, который уже нормально писал все действия пользователя. И вот, собственно говоря, он приехал. Мы включили режим большого брата. Мы все видим, мы все записываем у себя в базе данных, но пока ничего с ними не делаем. Потому что, во-первых, понятно, что с ними нужно делать с людьми, которые используют взломанное приложение. С одной стороны, хочется их забанить. С другой стороны, это аудитория, которая играет в игру и приносит ей популярность. Поэтому здесь очень такое шаткое. И плюс ко всему я прекрасно понимаю, что те люди, которые играют в взломанную версию игры, у них просто нет возможности играть за... Ну, играть в официальную, у них нет возможности покупать. Поэтому мы смотрим, пишем, но ничего не делаем. Примерно на этом этапе, ну вот где-то на текущий момент, мы переболели детские болезни, и вот предыдущий слайд остался позади. И мы, наконец-таки, уперлись в действительные уязвимости мобильных игр, с которыми приходится мириться. Ну, во-первых, первый способ, первое место и первый способ уязвимости — это момент покупки внутриигровой голды через магазинов. Это уязвимости плагинов оплаты. Для Unity есть официальный плагин оплаты, есть куча серверсов, подтверждение транзакции, которые через любые из них можно подсунуть, в принципе, транзакцию, которую они выдают, не заплатив реальные деньги, а дать приложению код транзакции, payment reset, так называемый, валидный, и приложение скажет, что все хорошо. Единственный способ, если не использовать сторонние сервисы, на которых мы полагаемся, что они точно отвечают, что пользователь действительно перевел деньги и совершил покупку внутри магазина, — это самим производить валидацию и верификацию покупок через магазины. То есть самим отправлять этот рецепт в Google Play и App Store. Именно по этому пути я и пошла. И с Apple проблем вообще никаких не возникает. Их политика такова, что если пользователь заплатил реальные деньги и прошла транзакция, они тебя просто достанут, пока ты не дашь пользователю то, что он купил. Они будут тебе при каждой возможности посылать, вот ты выдал, ты точно выдал, все точно прошло, вот дай мне подтверждение, что ты все точно сделал. Это политика Apple. Они заботятся о своих пользователей, в отличие от Google. У меня такое ощущение, что Google в этом плане работает по принципу УДП. Ты ему посылаешь, типа, чувак, как бы там, перейди в магазин на оплату, он тебе обратно такой, что-то проорал в ответ, получил, ты не получил, ты ему по барабану абсолютно. Он такой, а? Запроси меня еще раз. Ты запрашиваешь его еще раз, он такой, а, тебе что-то надо ответить. При этом документация у них абсолютно прекрасна настолько, что ты можешь им подсунуть, ну, она как-то рандомно работает, ты можешь им подсунуть невалидный ответ, и он будет валиден с точки зрения Google, ты можешь подсунуть ему абсолютно валидную транзакцию, и он скажет, хотя это действительно валидная транзакция, у тебя действительно списались деньги с карточки. Ну, вот, как мы это победили досконально, я, к сожалению, не расскажу, потому что мы, я чуть-чуть упустила это из виду, мой серверный разработчик две недели очень громко с этим любился, но, в принципе, да, с этим можно работать, но оно не задокументировано нормально, ну, то есть, если открыть Google документацию по валидации будет очень плохо. Плюс ко всему, я, к сожалению, не сделала схему этой валидации, но она происходит следующим образом. Болезнь магазина состоит в том, что для того, чтобы серверы не накручивали покупки, это касается не только игр, это касается любых мобильных приложений, и Google, и Apple запретили с сервера, со стороннего, посылать к ним запросы платежей. То есть, мы не можем платежи пускать через собственный сервер, только с мобильного телефона человека, с его аккаунта. Соответственно, общение происходит между магазином и мобильным телефоном, а к нам на сервер уходит только подтверждение факта совершения транзакции, и мы максимум, что мы можем сделать, это отправить запрос в магазин, а действительно ли была такая транзакция, и скажи мне ее статус. При этом транзакция считается завершенным тогда, когда пользователь с телефона прошел, подтвердил это завершение, а я с сервера даже не могу ее завершить. Это защита самих магазинов, которые на самом деле достаточно сильно оставляют палки в талесы, но потому что это интернет, тут и послать тебя могут, и кейсы обрыва сети это самые частые кейсы, учитывая, что большинство моих пользовательниц, а 99% аудитории у меня женская, живут, ну, Екатеринбург достаточно большой город, в каком-нибудь селе, где-нибудь на оленях, и дай бог там они нормально играют. Я не знаю, честно говоря, как они там играют, и как там вообще можно жить, но это отдельный вопрос. Вот. Дальше второй момент, как пользователь может еще получить внутриигровую валюту нечестным, ну, условно нечестным путем пользователь может ее гриндить. Это примерная модель пользователя, который гриндит. Вот. То есть что происходит? Мы должны, чтобы, ну, как бы, если мы будем просто говорить, типа, купи внутриигровую голду за реал, то это будет донатная история, очень сильно донатная история, мы потеряем часть аудитории. Именно это, как бы, и останавливает, не то, что скажут. Поэтому мы даем возможность пользователю заработать внутриигровую валюту, внутри приложения, выполняя некие задания, ну, задания будут чуть позже, просто проходя главы, давая ему вознаграждение, небольшое за прохождение главы, давая ему смотреть рекламу и вознаграждая его внутриигровой валютой за, собственно говоря, просмотр рекламы. Мы даже делали копилку рекламы, отчего наши пользователи были в счастье. Ну, с копилкой рекламы все более-менее понятно, а вот с вознаграждением за прохождение главы и за задание мы имеем следующее, что, так как это визуальная новелла, основная суть которой кликай и дальше смотри текст, ну, читай текст, то есть, по сути, это визуальная книга, то пользователь просто ставит автокликер сверху и так прокликивает всю книгу. Ну, ему периодически приходится отвлекаться, потому что есть варианты выбора и веток, но чем, опять же, эволюционное развитие приложения таково, что на первых книгах ветвлений мало, на каждой последующей ветвления больше, текст сам интереснее, ну, потому что команда растет, экспертиза растет и так далее, но на первых книжках больше всего и гриндит, потому что ветвлений мало, автокликер сверху поставил, прекрасно, видимо, их не смущает то, что это разряжает телефон, и что, да, еще один интересный нюанс, 99,9% людей, которые это используют, это пользователи андроида, пользователи iOS предпочитают платить, пусть немножко наплатить, причем, ну, цены как бы небольшие, но на андроиде все равно не платят. Итак, как я могу от этого защититься? Я же не могу убрать вознаграждение пользователя, но это будет неправильно. Для этого мне нужно понимать модель поведения пользователя у себя на сервере, потому что все, что я отдаю на приложение, все, что я выкладываю в App Store или в Google Play, это ровным счетом я отдаю, ну, как бы я это уже поняла, потому слайду с оленем, да, я отдаю на растерзание пользователю. Он просто это разберет, разберет по крупицам, я думаю, в этом зале сидят люди, которые просто ради спортивного интереса это сделают, просто потому, что хочется. И я это прекрасно осознаю. Это значит, что мне все нужно, всю логику мне нужно выносить на сервер у себя и защищать ее. Соответственно, есть ряд запросов, которые посылают, приходят ко мне на сервер в определенном порядке, если пользователь честно играет с мобильного приложения. Более того, у меня есть тайминги между запросами, потому что, допустим, пример, там какого-то кейса, отправляется один запрос, ну, с токеном, сессией, все как положено, после того, как он прошел, отыгрывается анимация какая-нибудь красивая, с этой красотой. Анимация длится, например, 2,5 секунды, после просмотра анимации пользователь нажимает на экран, соответственно, отправляется следующий запрос на сервер. Первым и вторым запросам у меня по-любому будет 2,5 секунды, это время, которое воспроизводится анимация. Если меньше 2,5 секунд времени, значит, это робот, меня пытаются сломать. Следующий момент, это порядок этих запросов. То есть, если сразу после авторизации у меня идет запрос на получение вознаграждения, этого быть не может, потому что у меня по коду прописано, что там идет еще куча всего, и нужно пройти кучу вкладок, прежде чем получить вознаграждение. Как же я могу это понимать? Алгоритмами машинного обучения. Именно над этим, я так понимаю, это тема предыдущих докладов, именно над этим мы и работаем сейчас, как одно из средств и методов защиты, поставить между клиентом и сервером, собирать данные, собирать данные, но на момент того, как это все происходит. потому что у себя в базе данных, в той, которая мне нужна для нормального функционирования приложения, я вижу только постфактум, что меня пытались ломать. В момент взлома я этого не вижу, а мне нужно отслеживать это в момент взлома и как-то наказывать пользователя. ну, что минимум, что я могу, это обрубать ему сессию. Максимум, не знаю, удалить прогресс, прохождение главы, обнулять баланс, ну, что угодно, как-то наказывать пользователя, можно выводить там какой-нибудь по папчик, это неважно. Я прекрасно понимаю, что это извечное противостояние между моддерами и создателями игр. Я прекрасно понимаю, что люди, которые делают мод, скорее всего, делятся на две группы. Это те, кто делают его из спортивного интереса, просто для того, чтобы почесать собственное ЧСВ и поупражняться в своих навыках. Если эти люди не выкладывают это в сеть, к таким людям у меня претензий нет. Развлекайтесь. Тут как бы мое приложение, любое другое приложение, неважно. Но вы это делаете для своего обучения, не выкладывая это другим пользователям. Те, кто выкладывает это другим пользователям, они подменяют мою рекламу внутри приложения на свою собственную. При этом делают… Ну, основной из моментов дохода от рекламы, если честно сказать, это копилка рекламы. То есть это когда мы пользователей вознаграждаем за просмотр рекламы внутри игровой валюты. Соответственно, тем, кто играет в мод, это не нужно. Просто не нужно, потому что… Ну, а зачем у них и так бесконечная голда? Скорее всего, эти люди соглашаются на то, что они будут постоянно смотреть рекламу, в чем реклама чужую. И те, кто выкладывает это и делают, они зарабатывают на чужом труде. На труде целой команды разработки, которая очень старается и все это делает. Как от них защититься? Ну, вот я говорила весь доклад, но по большому счету сейчас… Это то, что тренд, который присутствует в индустрии, ответ фактически никак. Делай качественный контент, делай так, чтобы людям было интереснее заходить в приложение, к тебе в приложение, в официальное для того, чтобы получать какие-то плюшки, которые на моде выйдут намного позже. Либо давай какие-то другие плюшки. Например, по поводу защиты. Вот буквально несколько дней назад, еще сама не успела поиграть, вышел Киберпанк. Он вышел сразу и в Стиме, и на торрентах. Буквально в несколько часов гэпа. Они даже не стали защищаться. Им это просто не надо. Они настолько хорошо провели рекламную кампанию, что хотите играть в ломанное, играйте. Нам-то что? Вот примерно и все, наверное. Вопросы есть? Да, давай. Спасибо за доклад. У меня первый вопрос про автокликеры. Очень интересно, действительно ли вы нейронную сеть используете? Как вы ботов отслеживаете? Автокликеры нейронной сети мы не используем. Нейронная сеть ставится на момент отслеживания поведения запросов от пользователя между сервером и клиентом. То есть я ее ставлю у себя на сервере и смотрю, как мне приходят запросы, с каким таймингом, и как реально это, или это меня ломает. По поводу автокликеров, если использовать автокликер, он будет слать запросы на сервер примерно так же, как и шлет запросы реальный пользователь, потому что у него все равно отыгрываются анимации. Более того, автокликерам ранней версии игры можно было вообще немножко поломать, на самом деле, потому что пользователь так быстро не тапает, и анимации иногда начинали сходить с ума, просто анимационные ролики не успевали отыгрываться, и персонажи немножко дергались и так далее. Но это тоже поправимая вещь. То есть получается, автокликеры не отследишь, а вот активность, которая не поверх приложения работает, а именно посылает запросы напрямую, она будет видна? Скорее вместо, да. А что это вообще за активность? Вы расследовали, выясняли, кто пишет такие скрипты, и как они вообще устроены? Ну, на самом деле, толком еще не расследовали, опять же, всего 4 месяца на рынке. Вообще, такие скрипты пишут те люди, которые хотят, если как показывает практика других приложений, те люди, которые хотят потом продавать внутриигровую голду. То есть они у себя на аккаунте ее накручивают таким образом, а потом ее продают другим игрокам за реал. Потому что мои пользовательницы, девочки от 12-14 до 20 лет, первая целевая аудитория, и вторая старше 50, их заставить использовать такие штучки, но фактически нереально. Ну, просто потому что они телефон-то иногда не знают, как выключить. Наверное, помоложе те, которые знают, конечно. Но, тем не менее, это работает в том случае, если позволять пользователям обмениваться внутриигровой валюты и внутри в приложении. У меня пока, на текущий момент, в ближайшем, наверное, будущем, этого сделать нельзя. То есть если ты передаешь, допустим, в том же, как в World of Warcraft или в линейке, ты можешь передать какое-то количество голды от одного пользователя к другому, тогда это имеет смысл. Это более чем имеет смысл. Ты просто фармишь таким образом. Окей, спасибо. И еще такой вопрос. Вот принимая во внимание твой опыт вывода игры из MVP в прод и вот все эти риски, security, что бы ты посоветовала человеку, который будет что-то аналогичное со своей игрой принимать, в плане того, что как понять, куда вкладывать ресурсы в конкретный момент времени? В заработок, то есть в качество на фронте, или в качество на бэке, чтобы тебя не взломали, чтобы у тебя все работало стабильно? На какие вот признаки можно ориентироваться? Или все это ситуативно и исходит из опыта? Нет, ну, конечно, в большинстве случаев это все ситуативно, ты прав, но в целом я бы на самом деле посоветовала вкладываться бы во фронт, потому что ты можешь сделать идеально защищенный бэк, потратить в это кучу ресурсов, денег, времени, а время — это деньги, это конвертируемая штука. И в итоге ты просто ничего не заработаешь, потому что пользователю это не зайдет. Как раз смысл MVP и состоит в том, чтобы как можно быстрее, как можно скорее начать зарабатывать деньги. Момент от того, когда ты придумал идею, до того, когда ты получил первый транш от пользователя, вот этот момент полного убытка и абсолютной неизвестности, оно может вообще не зайти. Поэтому чем быстрее ты до этого добежишь, тем лучше. Единственное, что я, наверное, бы посоветовала, это в какой-то момент, когда ты понимаешь, что гипотеза свершилась, все хорошо, остановиться и дать команде разработки сделать хорошо. Вот этот момент. Я про это имею в виду. Вот MVP само, это понятно, но вот когда ты решаешь от MVP уже идти к проду, и вот как ты говоришь, что там владельцы игры говорят, что ну давайте еще больше зарабатывать. Конечно. Ты понимаешь, что у меня же куча проблем. И приходится их решать в разрезе того, что я делю ресурсы командой разработки. Но при этом, ну как бы в идеальном мире, конечно, хотелось бы остановить выпуск, запереться и переделать все хорошо. Но дело в том, что, допустим, версию 2.0, как я ее называю, ну она и выйдет в магазинах с 2.0, она… я не могу просто выпустить то же самое и сказать пользователям, типа мы выпустили новую версию, пользователь зайдет, а там все то же самое, но он просто не поймет. Поэтому под это все подводятся еще колоссальные работы арта, новые книги, переработка интерфейса и так далее, и так далее. Именно потому что, ну как бы для пользователя это тоже должно быть событием. В принципе, в принципе, нужно быть просто… Команде разработки нужно быть просто к этому готовым, к тому, что иногда, как говорится, иногда выиграть на выборах страшнее, чем проиграть. Вот в данном случае иногда команде разработки страшнее, что когда приложение выстреливает. Несмотря на то, что это дикий кайф, ты понимаешь, что, господи, это колоссальный объем работы на тебя сваливается. Поэтому, возможно, я бы посоветовала строить так, чтобы изначально рассчитывать и строить так, чтобы можно было вот просто делать, ну как бы контент, контент и пользователи, маленький контент на старом, пока команда занимается новым. У меня бы так получилось, но, к сожалению, изначально у меня была выбрана такая штука, как Инк. Это движок визуальных новелл, который рекламируется и продается, ну как продается, под соусом «Игра за 80 дней от идеи до релиза». И это такая гадость. Вот там ничего не сохраняется, он перестроен, ну вот как бы вот из-за вот этого, да, там какого-то такого большого куска, я не могу просто делать чисто контентные билды, пока не пройдет вот, сейчас я отмотаю назад, пока не пройдет вот этот вот прекрасный период. Я не могу идти назад. Но нужно понимать, что когда MVP будет расширяться, будет вот это. Вот реально, когда будет расширяться, будет вот так. Этот Инк — это open source? Да, я могу после доклада дать тебе ссылочку. Даже есть статья на Хабре, и там даже подписаны разработчики. Когда-нибудь, когда мне станет с разработкой полегче, я к ним приду и поговорю. Могу помочь по синтете, если что. У меня будет к ним единственный вопрос. Зачем? За что? Спасибо. Есть еще вопросы? Если вопросов нету, тогда всем спасибо за доклад. Спасибо за то, что слушали меня. Спасибо.